Если вы не сходили в баню 31 декабря, то очиститься от прошлогоднего бремени еще можно успеть 19 января. Правда, в проруби долго не просидишь, тут тебе ни жару, ни веников, окунулся и домой. Хотя, стоит признать, это крещение выдалось сравнительно теплым. На термометре всего минус 7. Температура воды около 4 градусов. Те, кто в проруби явно не первый раз, даже выходить не спешат. Окунаются, как и положено, трижды. Расскажите, как ощущения? Прекрасные, чудесные. Надо пробовать. Первый раз? Нет, конечно. Сегодня первый раз. А как не замерзли? Да и не холодно, и тепло уже. Все хорошо. Ну, по сравнению с 30-градусным морозом, когда я окунался, было холоднее. А сейчас вообще Ташкент, короче говоря. Самые сильные эмоции, конечно же, у тех, кто решился на обряд омовения впервые. Вообще классно. Впервые купаюсь. Волода? Да. Ване будет, чем похвастаться перед одноклассниками. То, что он, как настоящий мужчина, покорил ледяную прорубь, зафиксировала наша телекамера. Первый раз. И сам-то хотел. Мы уже спать легли. Он меня поднял из постели, пошли купаться в проруби и все. В целом по региону было организовано 37 мест для купания. Безопасность православных обеспечивали около 400 сотрудников разных ведомств. Официальная Иордань в областном центре в парке 905 года. Ну, те, кто должен обеспечивать сегодняшнее мероприятие, как мы и обещали, в 10 часам уже находятся на месте проведения купания. То есть полиция, спасатели, скорая медицинская помощь. Помогает нам. Также здесь были представители православной церкви. В Крещенский сочельник, по данным МЧС, искупались 6 тысяч человек. Для тех, кто не успел совершить обряд в ночь на 19 января, в запасе есть еще несколько дней. Оставить в ледяной воде все нехорошее можно до 20 января включительно. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.